Татьяна Олах, собаковод с огромным стажем. В рабочее время дрессирует чужих, в свободное своих. Таких у нее более десятки, а потому проблема выгула любимых питомцев стоит как нельзя остро. На данный момент таких площадок в городе нет. И на мой взгляд, очень мало мест, где можно было бы их расположить. Дело в том, что клуб «Амгалан» неоднократно выходил с предложением к администрации города делать в тех районах, особенно в новостройках, специальные площадки. Это не было учтено. На данный момент в городе определены всего две площадки для выгула собак. Это в парке «Юбилейный» и «Орешково». Учитывая, что Татьяна живет за несколько километров до ближайшего парка, становится ясно, выгуливать на специально отведенном месте своих собак женщина не сможет, а значит штрафов не избежать. В администрации утверждает, мест будет больше. На сегодняшний день администрация города предусмотрела места выгула, определены места. Их порядка 18 мест. По Октябрьскому району 10 мест, по Советскому и Железнодорожному району по 4 места. Эти места на сегодняшний день будут утверждены распоряжением администрации города Ануды. Схема также утверждается. Когда будут, наконец, утверждены специальные места, пока неизвестно. А значит вопрос, где выгуливать своих питомцев, остается открытым. Кстати, по закону, собственники вправе поднять этот вопрос на собрании жильцов. И 51% голосов определить подобную площадку в своем дворе. И управляющая компания обязана выполнить требования собаководов. Однако за это придется заплатить. То есть здесь я не вижу проблем. Как раз управляющие организации говорят о том, что на сегодняшний день люди сами не готовы платить дополнительные деньги за то, чтобы организовать эту площадку. А это значит, что людям опять придется платить. Штраф или выбирать самим. Кстати, с июля также в силу ступит еще ряд поправок для собаководов. По закону, домашние животные должны будут иметь собственный паспорт. А значит, быть чипированными. Процедура занимает буквально минут пять. Вся процедура. На сегодняшний день, до 1 июля, у нас идет акция. Оплачивается только расходный материал. Это либо чип, либо жетон. Чип составляет 200 рублей, а жетон 50 рублей. В случае, если питомец не будет зарегистрирован, владельца оштрафуют как минимум на 500 рублей. Необходимость этой процедуры собаководы знают, а потому не пренебрегают ею. У Татьяны все собаки прочипированы. К счастью, хоть для этого государство создало все условия.